Продолжение следует... Квантовые коммуникации надежно защищают данные и критическую инфраструктуру страны. Квантовые сенсоры помогают диагностировать болезни на самых ранних этапах. Квантовые вычисления позволяют моделировать сложнейшие процессы и материалы, а также оптимизировать логистику в масштабах всей страны. Квантовые технологии становятся частью жизни каждого человека, делая ее лучше. Форум будущих технологий. Опережая время. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Добрый день, Владимир Владимирович. Добрый день, уважаемые коллеги. Прежде чем мы объявим начало нашей дискуссии, я бы хотел представить вам, Владимир Владимирович, вам, коллеги, участников нашей сегодняшней дискуссии. Я пойду, наверное, слева направо. Рядом со мной находится Алексей Федоров, который возглавляет научную группу в Российском Квантовом Центре и является самым молодым профессором в истории МФТИ. Алексей Евгеньевич Лихачев, глава госкорпорации «Росатом» с нами. Илья Семеряков, тот самый Илья, который построил компьютер, который Владимир Владимирович вам показывали на кубитах, 16-кубитный квантовый компьютер. Илья возглавляет субгруппу в Российском Квантовом Центре и является сотрудником Физического Института Академии Наук. С нами также Надежда Борщевская, которая работает в лаборатории оптики Центра Квантовых Технологий Московского Государственного Университета. Олег Валентинович Белозеров, глава российских железных дорог. И Владимир Егоров, который является заместителем директора Национального Центра Квантового Интернета ИТМО. Владимир Владимирович, вот у нас сейчас было время обмолвиться парой слов с учеными. И вы сказали, вы знаете, ведь счастье в творчестве. А мы, когда готовились к сессии, обсуждали, как ни странно, тот же самый сигнал, ту же самую идею, что мы живем в такое время, мы как научное сообщество, в котором мы очень счастливые ребята, потому что у нас происходит столько всего, что мы творчески проживаем такой путь, который за 10 лет мы прошли, и то, что людям бывает за всю жизнь недостается такого. Но я вот помню 10 лет назад, когда мы с Алексеем Федором, который был студентом 4-го курса Бауманки, ходили и рассказывали, что такое квантовый компьютер, нам говорили, это все фантастика, мы вообще не верим. А сейчас, когда мы рассказываем, говорят, ну что, когда там сток убит будет? Когда вы там, Алексей Евгеньевич говорит, когда вы нам уже все сделаете в российской атомной промышленности и так далее? Очень большой путь пройден, и действительно, мы сегодня будем говорить про технологии, но мы будем говорить и про людей, про то, как они проживали эти годы, и как мы пришли к такому событию, который 10 лет назад такой форум вообще представить было невозможно, что государство на таком уровне будет уделять внимание квантовым технологиям. Но прежде чем мы перейдем к дискуссии, если позволите, Владимир Владимирович, я бы предложил вам выступить с речью. Пожалуйста. Большое спасибо. Я не думаю, что это будет такая фундаментальная речь, поскольку предметы, обсуждаемые вами, очень специальные. Тем не менее, я, разумеется, рад приветствовать всех российских и зарубежных учёных, инженеров, представителей бизнеса, всех участников форума будущих технологий. Вот ведущий нас сказал, что трудно было 10 лет назад представить, что такой форум мог состояться. Почему? Мы как раз и стремились к тому, чтобы не только такие форумы состоялись, но стремились к тому, чтобы исследования проводились, чтобы они проводились в том числе молодыми исследователями, и чтобы мы выходили на нужные нам параметры и результаты. И то, что мы добиваемся своих целей, мне кажется, что это очень важно, что мы ставим перед собой выполнимые задачи, нужные для нашей страны, и идём к ним уверенно, и добиваемся, как я уже сказал, результатов. Рассчитываем, что и сегодняшняя наша встреча станет традиционной, она уже становится традиционной для обсуждения перспективных направлений, которые уже в горизонте текущего, в начале следующего десятилетия будут всё больше и больше набирать силы. Во многом всё это станет определять облик национальных экономик и карту мира в целом. Конечно, не буду говорить сегодня о сугубо научных вещах. Это дело тех, кто здесь сидит со мной рядом, во всяком случае некоторых коллег и тех, кто в зале находится. Но это лучше вас, лучше специалистов, этого никто не знает. Но при этом посчитал важным рассказать о том, как мы строим нашу работу на государственном уровне, как мы выстраиваем международное научное и технологическое сотрудничество в условиях фактической блокады, объявленной Россией, властями и правящими элитами, скорее всего, правящими элитами некоторых стран. Мы действительно столкнулись с давлением, с попытками через ограничение доступа к технологиям заставить нас отказаться от суверенитета, от права самим выбирать свой собственный исторический путь. Наши оппоненты рассчитывали, что мы отступимся, сдадимся, но так не будет, как мы часто говорим в таких случаях. Россия будет идти только вперёд, причём своим собственным путём, не изолируясь ни от кого в то же самое время. На внешние вызовы мы отвечаем только усилением качества и эффективности работы, распространением свободы. Так это, кстати, произошло в 2014 году, я уже говорил об этом, да и все об этом хорошо знают, когда первая волна внешних санкций стала стимулом для бурного развития некоторых наших направлений, в том числе сельского хозяйства. Сегодня аналогичные позитивные процессы набирают силу в промышленности и в технологической сфере. При этом мы понимаем, что в текущих условиях главное для определяющего развития – это сосредоточить усилия на приоритетных задачах. Во-первых, на тех направлениях, где мы уже обладаем технологиями и продуктами глобального уровня, например, в атомной энергетике, в искусственном интеллекте и во многих других сферах. Во-вторых, на тех областях, которые являются критическими для развития страны, и где мы в обязательном порядке должны, именно должны обладать собственными компетенциями. При этом у нас должны быть не просто научные разработки и базовые решения, а вся технологическая и производственная цепочка – собственное оборудование, элементная база, программное обеспечение и, конечно, люди, кадры. Безусловно, решая задачи технологического суверенитета, мы не собираемся замыкаться, как я уже сказал в самом начале, замыкаться в себе. Напротив, намерены создавать и расширять равноправные, взаимовыгодные технологические и научные альянсы с другими государствами. Отмечу, что в рамках российского председательства БРИКС в следующем году будем обсуждать с нашими партнёрами такие конкретные проекты в целом рядом значимых сфер. В том числе речь идёт о передовых технологиях вычислений, обработке, хранении и передаче данных. Остановлюсь на этой теме поподробнее, если позволите. Тем более, что именно данный вопрос в центре внимания форума будущих технологий в этом году. Наша принципиальная задача – перевести всю экономику, социальную сферу, органы власти, работу органов власти, на качественно новые принципы работы, внедрить управление на новых данных, на основе больших данных. Эффект, как мы рассчитываем, будет в полном смысле комплексным, мультипликативным. Это кратное повышение качества управления и производительности труда, рабочие места с передовыми компетенциями и высокими заработными платами, доступность услуг, сервисов, принципиально иные возможности для наших граждан, для человека. Так, цифровые платформы позволят развивать умные города и беспилотные системы, использовать цифровые двойники технических систем и процессов их производства, начать широкое применение точного земледелия в сельском хозяйстве, выйти на новый уровень в логистике и энергетике, в развитии телемедицины и онлайн-образования, в предоставлении госуслуг и осуществлении финансовых расчётов. В целом, платформенные решения откроют дорогу к тому, чтобы полномасштабно автоматизировать не только технологические процессы, но и взаимоотношения между участниками рынка. Для таких изменений всё, что связано с большими данными, принимает критически важное значение. Речь, по сути, идёт о системообразующей инфраструктуре для нашего дальнейшего развития, для будущего нашей экономики в целом. И очевидно, что зависимость в этой сфере означает серьёзные угрозы для национальной безопасности, ослабление, а то и утрату суверенитета страны. Мы должны, безусловно, думать над этим и смотреть в будущее. Будем говорить прямо. Именно к этому стремились некоторые страны, когда любимыми путями пытались в буквальном смысле подсадить нашу страну на зарубежные технологические платформы и стандарты. И надо признать, не без успеха. Понятно, что взаимозависимость, она неизбежна. Понятно, что вот эта взаимозависимость – это объективная вещь. Но всё-таки между общими словами об открытости и собственной рубашкой, которая ближе к телу, разница есть. И мы на практике её часто, эту разницу видим. Многие критические технологии в этой сфере мы покупали, что называется, в чужом магазине, в своего рода супермаркете готовых к кем-то произведённых решений. А в какой-то момент перед нами просто плотно затворили дверь и повесили вывеску. Закрыто. Мы извлекли уроки, сделали необходимые выводы. Правительством, государственными и частными компаниями уже немало сделано, чтобы изменить положение дела. Но, безусловно, нужно идти дальше, решать более сложные системные задачи, планировать эту работу в долгую. Предлагаю в течение года подготовить новый национальный проект на период до 2030 года, а именно нацпроект по формированию экономики данных. Подчеркну, речь не только о том, чтобы консолидировать существующие инструменты поддержки развития цифровой экономики, искусственного интеллекта и высокотехнологичных проектов, включая дорожные карты по развитию квантовых технологий, о которых вы говорите сегодня, и которые сегодня компании с госучастием пытаются осуществить на практике, ну, разработки в этой сфере осуществить на практике. Нужно выстроить именно целостный механизм создания и повсеместного внедрения передовых разработок. Это на самом деле касается всех технологий и сфер жизни, безусловно. Мы много об этом говорим, постепенно двигаемся, решаем эти вопросы, но нужно максимально форсировать такую работу, в том числе и по такому направлению, как формирование экономики данных, о котором я уже сказал. Здесь значимо всё. Это исследование, подготовка кадров на всех уровнях образования, формирование условий для выпуска и тестирования пилотных образцов продукции, спрос на отечественные продукты и сервисы в области вычисления и работы с данными, а также гибкое регулирование и поддержка производства. При этом принципиально важно системно смотреть на следующий технологический уклад, создавать отрасли и рынки будущего. Именно в такой логике построен нацпроект по развитию беспилотных авиационных систем. Как мы и договаривались с коллегами, прошу утвердить его до 1 сентября 2023 года, а также учесть это приоритетное направление при формировании бюджета на 2024 и плановый период до 2026 года. Уважаемые коллеги, новый национальный проект по формированию экономики данных должен коснуться всех этапов и уровней работы. Первое – это сбор данных. Имею в виду в том числе высокочувствительные датчики, включая квантовые сенсоры, которые радикально повышают точность позиционирования объектов, позволяют обнаружить заболевания на самых ранних стадиях, применяются в других передовых областях, например, в системах спутниковой и наземной связи. Второе – это передача данных, развитие систем связи, причем не только текущего, но и последующих поколений, которые, по прогнозам, смогут передавать информацию в режиме реального времени, что критически необходимо для развития робототехники, систем беспилотного транспорта и автоматизации городской среды. Третье – это суверенная инфраструктура для вычислений и хранения данных внутри страны. Речь прежде всего об отечественных облачных платформах и центрах обработки данных, которые смогут эффективно поддерживать работу государственных органов, предприятий, операторов связи, а также вычислительные мощности собственного производства, в том числе на качестве новых принципов. Имею в виду компьютеры с использованием, вот о чем мы сейчас говорили с коллегами, то, что мне показывали, с использованием квантовых и фотонных технологий, о которых мы еще поговорим. Четвертое – это безопасность данных. Безусловно, этот аспект мы в полной мере должны учитывать, иметь в виду. В том числе, я считаю, необходимым продолжить работу над технологиями квантовых коммуникаций и квантового шифрования. Такие технологии обеспечивают устойчивость информационных систем к кибератакам с применением как классических, так и квантовых компьютеров, позволяют создать неуязвимые для взлома системы, а также развивать защищенную квантовую связь. Кстати, по этому направлению Россия в числе лидеров. Конечно, в этой сфере мы пока делаем только первые шаги, сейчас коллеги тоже об этом рассказывали, но все-таки это уже ощутимый, осязаемый результат. Пятое – это суверенные национальные стандарты и протоколы работы с данными. Такие стандарты необходимы для надежной обработки и хранения данных, в том числе персональной информации граждан, для применения технологий квантовой криптографии, для кибербезопасности, защиты от атак. Шестое – это алгоритмы обработки и анализа данных, включая решения в области искусственного интеллекта, а также отечественное программное обеспечение. Наличие таких национальных инструментов гарантирует суверенность данных, существенно уменьшает зависимость от иностранных поставщиков и повысит контроль над критической инфраструктурой. И, безусловно, необходимые так называемые хранилища кода, отечественные платформы и сервисы, которые нужны для совместной работы программистов не только из России, но и из других государств мира. Подчеркну, работа по всем перечисленным направлениям должна быть нацелена на системное изменение всех отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления, качества жизни людей на всей территории нашей страны. Уважаемые коллеги, сейчас хотел бы предметно обратиться к квантовым технологиям, которые являются основной темой сегодняшней дискуссии. Вот сейчас только и на выставке, и в беседе с представителями науки меня пробовали посвящать в это так более детально. Нам с вами нужно не только решать текущие задачи, но и обязательно смотреть вперёд, за горизонт, постараться расширить возможности человека, управлять мельчайшими объектами, поставить на службу прогрессу сложнейшие физические процессы. Квантовый мир не торопится открывать все свои тайны, но отечественные исследователи готовы решать сложнейшие научные задачи, открывать путь к созданию передовых решений. И это стремление, безусловно, вот сейчас ещё раз повторю, мы только что говорили об этом, будем поддерживать. Я прошу в рамках национального проекта по формированию экономики данных определить меры поддержки фундаментальных исследований, включая увеличение объёмов финансирования. Причём имею в виду научный поиск по широкому спектру вычислительных технологий, многие из которых, вы это прекрасно знаете, работают на принципах квантовой физики и механики. Связаны с достижениями и первой, и развивающейся в наших глазах второй квантовой революции, о чём мне сейчас только наш ведущий рассказывал на выставке. Второй революции, которая стала стимулом в том числе для создания технологий квантовых вычислений и квантовых компьютеров. Однако по всем прогнозам перспективные вычислительные системы будут представлять из себя как раз гибридные решения, в которых присутствует и так называемое квантовое ядро, и ставшие уже классическими технологии микроэлектроники. Отмечу, что каждые 10 лет производительность компьютеров увеличивается примерно в тысячу раз. Интегральные схемы сегодня уже содержат десятки миллиардов транзисторов. Гонка здесь идёт на запредельных скоростях. Так, новый суперкомпьютер Сбера Кристофа Ринео способен производить порядка 12 тысяч триллионов операций в секунду, а суперкомпьютер Яндекса Червоненкес почти вдвое мощнее. Я знаю, что это не первые места в мире, но в принципе уже места достаточно заметные, и к этому можно относиться с уважением. Есть перспектива развития. При этом потребности в вычислительных ресурсах продолжают расти, и наши собственные суверенные решения в этой сфере критически необходимы для развития систем искусственного интеллекта, для создания больших нейросетевых моделей. Именно поэтому для нас так важно раскрутить отечественную микроэлектронную промышленность. Для этого предметно занимаемся развитием серийных производств по выпуску особо чистых материалов и технологических средств. Многие знают, что в Зеленограде у нас создается новый научно-технологический центр, реализуются проекты по технологическому оборудованию, в том числе с участием партнеров из Беларуси. Напомню в этой связи, что именно высокий уровень кооперации в советское время обеспечил условия для подготовки инженерных кадров, для разработки уникальных технологий, для развития выдающихся научных школ, в том числе в области фотоники. Благодаря сильным фундаментальным заделам сегодня фотонные интегральные схемы – это уже полноценная рабочая технология. В Москве развивается межотраслевой кластер в области фотоники, на базе которого научные центры, стартапы, бизнес, университеты вместе работают на создание новых решений и запускают их в производство. Также на площадке для экспериментов с технологиями будущего, для их тестирования и практического внедрения нужно создавать и по другим передовым направлениям. Также нужно работать по другим направлениям. Знаю, что правительство столицы, вот Сергей Семёнович здесь находится в зале, мы с ним тоже неоднократно говорили на эту тему, правительство столицы приступило к работе по созданию московского квантового кластера. И просил бы вас, уважаемый Сергей Семёнович, сегодня подробно об этом тоже рассказать. Ну, если не подробно, то хотя бы в общих чертах. Уважаемые коллеги, я не раз встречался и с российскими учёными, и с нашими соотечественниками, которые трудятся в зарубежных университетах и исследовательских центрах. Вот совсем недавно, в очередной раз. Многие хотят работать в России, участвовать в интересных, значимых исследовательских проектах, в том числе ставят вопрос о возобновлении нашей программы «Мегагрантов», которые как раз и позволяют собирать сильные исследовательские команды, решать интересные научные задачи. Данное предложение полностью поддерживается. Я прошу правительству и Госдуму обязательно предусмотреть в федеральном бюджете на плановый период до 2026 года необходимое финансирование программы «Мегагрантов», а также внести изменения в параметры программы, с тем, чтобы её условия стали ещё более привлекательными для исследователей. Считаю необходимым повысить максимальный размер «Мегагрантов», увеличить, что очень важно, и коллеги об этом говорили недавно со мной, увеличить сроки их реализации. Ну, скажем, до 5 лет, некоторые говорят, хорошо бы и 10, но до 5 лет с возможностью продления до 3, это уже будет почти 10. Прежде всего, нужно поддержать крупные научные проекты наших соотечественников и ведущих зарубежных исследователей, в том числе тех, кто уже участвовал в создании в России лаборатории мирового уровня. За 5 лет учёный в общей сложности должен получить на свой проект полмиллиарда рублей, при том условии, если он готов работать в нашей стране на постоянной основе. Поддержка в объёме четверти миллиарда рублей за 5 лет будет оказана ведущим зарубежным учёным, которые приедут в Россию, создадут в наших вузах кафедры, будут заниматься преподавательской деятельностью, работать со студентами и аспирантами. Ну, здесь, собственно, это мало чем отличается от прежних условий, но мы их подтвердим и немножко расширим. И в результате сформируют, такие наши коллеги из зарубежа, сформируют научные школы по ключевым, приоритетным направлениям развития науки и технологий. И, наконец, ещё одно принципиально новое направление. В рамках обновлённой программы мегагрантов окажем содействие перспективным молодым исследователям, в том числе нашим соотечественникам, которые хотят вернуться на родину и внести значимый вклад в научно-технологические решения. А таких немало. Таких немало. Подчеркну, обновлённая программа мегагрантов должна быть запущена в короткие сроки. Мы будем рады видеть в нашей стране исследователей, которые разделяют принцип открытости науки, посвящают свою жизнь научному поиску, занимаются проектами будущего. А мы со своей стороны сделаем всё необходимое, чтобы разработки завтрашнего дня уже сегодня, сейчас стали глобально конкурентными продуктами. И хотел бы поблагодарить всех, кто участвует в большой совместной работе по этому направлению. Росконгресс, в частности, за организацию нашего форума. Российский квантовый центр, госкомпания «Росатом» и РЖД, руководители которых здесь представлены, инновационные предприятия, ведущие исследовательские институты и университеты за научные и технологические прорывы, за постоянное стремление идти вперёд. Отдельные слова благодарности Российской академии наук за глубокую научную оценку исследовательских, технологических проектов. Я прошу вас, уважаемые коллеги, расширять не только экспертное, но и научно-методическое сопровождение наших национальных программ развития. Добавлю, что в текущем году Российской академии наук исполняется 300 лет. И на современном этапе своего развития Российская академия наук объединяет учёных, бизнес в решении задач научного и технологического суверенитета нашей страны. Рассчитываю, что именно в таком самом тесном взаимодействии будет идти подготовка к следующему форуму, который в будущем году будет посвящён развитию нейрокогнитивных, биомедицинских технологий. Благодарю вас за внимание. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Очень основательный доклад, речь. Будем работать над этим. Вот можно провести пару параллелей, которые возникают, слушая вас, слушая речь в том числе и про людей, про табличку «Закрыто». Мы действительно это почувствовали, Владимир Владимирович, когда нам закрыли очень много дверей. Но это же вызов. Мы работаем, мы вам показывали, что мы пытаемся сделать. Дух у нас на хорошем уровне. Но вот когда мы обсуждаем эти вещи, мы часто приходим к вопросам, а кто мы есть вообще? И к вопросам символов нового времени. Но прежде чем про новое, я бы хотел сказать, вот в 1937 году Мухиной была представлена композиция «Рабочий колхозница». Это были символы того времени, 1937 года. Хорошо вы вспомнили именно об этом. Да, спасибо. А ни о чем-то другом из 1937 года. Да. Ну, мы позитивные, у нас позитивный форум. А вот в 60-е годы, когда уже ученым удалось укротить энергию атома, возникло даже такое выражение физики и лирики. И роль физиков, она была неприкасаемой, она была действительно мощной. Физики часто спасали других людей в это время, защищали их. Потом, конечно, 90-е годы, конечно, тяжелые для науки были. В последние 20 лет мы видим очень большие изменения. И вот мы задаем себе вопрос, сейчас обсуждая эти все вызовы с коллегами, а разве мы, исследователи, не герои нового времени? Конечно, мы здесь не пытаемся занять весь пьедестал. Это точно мы уважаем многие другие профессии. Но как вы думаете, вот роль исследователя достойна быть ролью героев нашего времени? Вы знаете, исследователь всегда идет впереди. Он пионер в известном смысле. Он фанат своего дела. И только фанаты добиваются успеха. Это первое. Второе соображение заключается в том, что каждое время требуют своих героев. И в 60-е годы, а началось это, конечно, чуть раньше, если вспомнить, 37-й год, это началось с Лаветия Павловича Берия, который возглавлял атомный проект и имел отношение отчасти к ракетному проекту. Все оттуда началось. Время требовало результатов именно в этой сфере. И люди, работающие в этой сфере, безусловно, становились героями общественного сознания. Сейчас другие времена, другие приоритеты, и их несложно протестировать. Вот самые последние исследования овциома, по-моему, они были буквально пару недель назад, нет, несколько недель назад сделаны. Самая популярная профессия среди молодежи – айтишник. 31%. На втором месте доктор, медик. 30%. На третьем месте военнослужащий. Защитник Отечества. И так дальше. Но в разы, хочу подчеркнуть, в разы увеличился интерес молодых людей к инженерным профессиям. По-моему, там чуть ли не в пять раз. И это всё-таки говорит о том, что, несмотря на то, что некоторые вещи как бы в поле зрения людей находятся, сейчас не буду давать характеристики по каждому из этих направлений, но то, что растёт кратно, растёт интерес к инженерным профессиям, это всё-таки признак нашего времени. А что касается исследователей, то я ещё раз хочу повторить, они впереди, и они пионеры. Вы знаете, это лучше, чем я. Многие, очень многие лауреаты нобелевских премий получают эти премии через десятилетие после открытия, которые они сделали. Но они же делали, не думали о этих наградах. Они просто шли вперёд. Всегда нужно низко склонять голову в знак уважения опять людьми такого рода и такого склада характера. Спасибо большое. Я бы сейчас перешёл к фанатам. Вот у нас Илья Семеряков даже среди нашего сообщества исследователей выглядит явно фанатичным человеком, что иногда пугает, но чаще всего супер радует. Илья, поделись своим опытом, расскажи, что ты хотел донести нам. Действительно, фанатизм это про меня, к счастью или к сожалению. И вообще вот сейчас на самом деле почти каждый шаг в своей жизни я задаю себе вопрос, это приблизит нас к созданию полезного квантового компьютера или нет? Если да, то других вопросов задавать себе не нужно, всё, значит, мы это делаем. Но история для меня началась не сегодня и не вчера. Для меня эта история началась примерно в 15-м году, когда я понял, что не хочу заниматься астрофизикой, а хочу заниматься квантовой оптикой. И я пришёл в лабораторию к Николаю Николаевичу, теоретик, астрофизик, и сказал Калачевскому, который вам сегодня показывал компьютер, и спросил, «Можно я к вам?» И я очень благодарен Николаю Николаевичу за то, что тогда мне, который ничего ещё не умел человек, он сказал «Хорошо, пожалуйста». И в то же время примерно со мной пришло в лабораторию ещё два человека. Илья Заливака и Саша Борисенко. Тогда они были вообще ещё студентами. И мы с ним познакомились, начали как-то работать. оказалось, что мы очень разные. Очень. И почти любое решение занимает у нас какие-то там часы, мы кричим друг на друга до хрипоты иногда. Но при этом, несмотря на такую разность, каждый раз, когда мы ведём этот спор, каждый из нас помнит, наша главная и, на самом деле, единственная задача на сегодня, это построить квантовый компьютер. До этого у нас были и другие задачи. И вот эта разность и при этом глубокое очень уважение друг к другу, я бы даже сказал, любовь, они позволяют нам с разных сторон посмотреть на проблему и найти какое-то её решение. Так вот, мы начали работать и это было очень важно для нас, потому что по-настоящему чему-то научиться, можно только делая реальную работу. Ну да, мы там закончили институт, нас там учили, всё хорошо, но чтобы что-то сделать настоящее, нужно делать. И мы делали году, там, с 15-го где-нибудь, по 17-й год, мы делали самые простые вещи, ловили ённые, там, собирали ловушки и так далее. Потом мы уже стали делать прикладную работу, гораздо более сложную, мы делали суперточные часы для ГЛОНАССа ещё где-то три года. Потом началась работа уже по дорожной карте и была большая дискуссия, вообще стоит ли включать ённую платформу нашу, потому что по другим платформам к тому моменту уже какие-то были результаты в квантовых вычислениях. И тут я очень благодарен Росатому, который в нас тогда поверил, сказал, да, надо делать и это. И мы были очень воодушевлены. И вот с тех пор, где-то, наверное, три года уже мы живём в лаборатории. Субботы, воскресенье, понедельники. Единственное, что нас спасает, это что фиан закрывается в 11. Вот. И если бы нет, мы бы там и ночевали. И на сегодня мы уже вот смогли построить квантовый компьютер, который вам сегодня показывали. Он, что для нас очень важно и отрадно делает какие-то полезные вещи, которые не напрямую из него следуют. То есть он моделирует молекулы, а не занимается какой-то абстракцией научной. И для нас это очень важно. Но, конечно, наша мечта это сделать полезный квантовый компьютер. Сделать такой квантовый компьютер, который бы действительно решал задачи быстрее, чем суперкомпьютер, который был бы полезен широкому кругу людей. И мне кажется, что на сегодня у нас есть целый набор идей, как это сделать. как сделать такую машину, которая действительно произвела бы ту революцию, которую она должна произвести. Но это длинная работа. На формирование коллектива ушло почти 10 лет. От момента, как мы начали вообще делать какие-то первые работы до сегодняшнего дня, прошло почти 10 лет. За эти 10 лет мы многому очень научились. Главное, чтобы участники процесса не вышли на пенсию. мне 31 год, например, на сегодня, а Илье и Саше где-то 27-29, наверное. И вообще в нашей группе я самый старый из тех, кто живет в лаборатории. Так что у нас есть еще, лет 10 есть точно. Дальше посмотрим, но лет 10 должны. и вот это следующая штука. То есть еще лет 10 нам надо будет реализовывать все вот те идеи, попытки. Причем они же рождаются в процессе работы. Ты делаешь, но не работает. Вот экспериментатор всегда надежно знает, если ты что-то сделал, но не заработает. Никогда с первого раза. У нас, может быть, было буквально пару эпизодов, когда с первого раза получалось. И для нас важно сделать этот компьютер. и для этого нам нужна поддержка. Очень благодарны, что вы упомянули, что действительно нужно смотреть и на 25-30, и на 30+. И для нас это важно. И с другой стороны, мы готовы уже к тому, чтобы эти технологии начинать коммерциализировать. Мы готовы к тому, чтобы создавать в дополнение к тем дорожным картам, которые есть, какие-то стартапы, какие-то маленькие предприятия, для того, чтобы эту штуку, чтобы она не стояла в лаборатории, она начала бы расходиться не только внутри России, но и, желательно, по всему миру. И я думаю, что тот технологический уровень, до которого мы дошли, уже позволяет это сделать. Вы знаете, вам уже только позаидовать, так же, как посочувствовать людям, которые с тоской думают, что завтра на работу, а вы с работы не хотите уходить. Потому что, да, это же счастье. Вот в этом и есть счастье. Да. Человек живёт тем делом, которым он посвятил свою жизнь. Вот, знаете, поделюсь с вами, конечно, я далёк от такого состояния, но вот иногда спрашивают, а вот как вы додумались для чего-то конкретного, да? Ответ очень простой, потому что я думаю об этом постоянно, днём и ночью. Да. Я засыпаю, думаю об этом, просыпаюсь, думаю об этом, и решение какого-то вопроса находится совершенно неожиданно. Я думаю, что в такой парадигме и выскалили. Так мы и живём. Каждый день я прихожу домой, ну, уже под ночь обычно, и рассказываю жене, что было сегодня обязательно. и ну, вся наша общение, оно крутится вокруг двух вещей, квантового компьютера и людей. Две вещи, которые мне в жизни интереснее всего на сегодня. Посмотрим, что будет потом. Жену не забывайте, это вам дорого обойдётся. Жёны наши тоже героини. Спасибо, спасибо, Илья. Это, конечно, по кафедре Росатома запустить дорожную карту, добиться первых результатов. Алексей Евгеньевич, может, Вы прокомментируете жизнь Ильи и как можно жить в лаборатории, но при этом быть частью Росат? Вообще, если говорить про дорожную карту, то, конечно, это был для нас большой вызов, но я думаю, что все, кто имеет отношение к административной системе, меня поймут. Владимир Ильич, я прошу прощения, конечно, за откровенность. Когда тебя вызывают в правительство и говорят, что за 3-4 года при отсутствии источников финансирования нужно продемонстрировать результат, облик которого непонятен. Технологии не существуют, но за тобой будет присмотреть правительство и Академия наук. В этом смысле, конечно, сразу рождается в душе образ Лаврентия Павловича Берии, который руководил атомной отраслью на этапе ее создания, и хочется, конечно, не опозорить высоко поднятое знамя советской, российской атомной промышленности. Но это, конечно, такая эмоциональная часть. Вызов был очень большой, и я очень благодарен и тем, кто запускал дорожную карту, Андрея Ромича, Белоусова, Максима Станиславовича, Орешкова, но сейчас Дмитрий Николаевич Чернышенко эту работу ведет, и Геннадий Яковлевич нам большую помощь оказывает. И мы действительно уникально построили дорожную карту не как механизм управления, а как механизм создания взаимодействия, взаимной поддержки, и я не побоюсь из этого слова, доверия. Тогда, три года назад, как сказать, Леша Федоров был на три года еще младше, конечно же, мы не очень понимали, как нам выстроить отношения с целой, ну, наверное, с десятком, примерно, научных групп, работающих в разных вузах, и среди умудренных руководителей, там, Виктор Антонович Садовнич, один из лидеров, так сказать, МГУшных всех программ, и совсем со всеми молодыми ребятами. И то, что у нас получилось, в общем-то, стать с одной стороны бэк-офисом этой работы, взяв на себя определенную административную, ну, административный груз работы, там, по 44-му закону, с государственными деньгами, а коллеги нам доверились и, в хорошем смысле слова, лишних вопросов не задавали. Это дало, наверное, в течение двух лет, очень короткого промежутка времени, ну, вот, те результаты, которые сегодня мы даже нашли смелость показать президенту Российской Федерации. Второй момент очень важный, вторая наша роль и второе наше служение, это, конечно, и как можно активнее затягивать в атомную отрасль технологии квантовой, нарождающиеся, еще совсем такие, знаете, вот, что называется, не умеющие ни говорить, ни ходить, но уже существующие технологии, их нужно опережающими темпами на доверие затягивать в атомную промышленность и как можно быстрее их индустриализовать, понимаете, делать их неотъемлемую часть технологического ландшафта. С другой стороны, мы понимаем, что с учетом этого внешнего огромного давления нужно поставить плечо и нашим ученым по компонентной базе, по каким-то установкам, потому что импортозамещение, оно уже не импортозамещение, а на самом деле технологический суверенитет и на это настроена во многом работа и государственной корпорации и наших других коллег, там большую работу ведет и Газпромбанк, ну, Олег Валентинович о своей работе отдельным образом, надеюсь, расскажет. И завершают это краткое выступление, что бы хотел сказать, что мы действительно в каком-то смысле гордимся этим результатом и той, я не боюсь этого слова, семьей квантового сообщества, которое сейчас нарождается, тем доверием, которое есть и тем уровнем, который мы достигли, мы в стране, мы с большой буквы, за эти буквально два года с хвостиком, понимаете. и этот уровень нам сейчас дает две очень важных момента, и, Владимир Владимирович, спасибо вам большое, что в вашем выступлении они оба прозвучали. Первый, мы сейчас можем предложить международное сотрудничество на равных в рамках БРИКС, в рамках двустороннего сотрудничества, не из хвоста колонны, а из пелетона, как говорят велосипедисты, значит, предложить сотрудничество и в рамках образовательных программ, научно-исследовательских, замечательное было предложение на встрече с учеными о появлении БРИКСовского Нобеля, условно говоря, определенного признания, определенной премии. Вот это очень важная развилка. И третье, очень важный результат. И третье, второе очень важное, что мне хочется сказать, все-таки сегодня мы действительно можем вот эту модель, как угодно можно называть, прототип, симулятор, но все равно это компьютер, мы можем действительно начать ее внедрять и в другие отрасли. Пусть пока на уровне обучения персонала, создания, если хотите, вкуса к этой работе и востребованности, но это уже опять-таки не презентации и схемы, это реально действующие продукты. Ну и, конечно же, в дорожной карте, а, Владимир Владимирович, вы сказали, что это будет не дорожная карта теперь, а, видимо, один из федеральных проектов, большого национального проекта, мы уже понимаем, что рисовать до конца 20-х годов, на какие цели и задачи выходить к 30-м, и как приближать эту индустриальную платформу, если хотите, эту новую квантовую индустрию, это точно такой же вариант, как и 3 года назад, до конца непонятен образ, понятны лишь основные смыслы, но мы можем не просто сформировать это пространство, мы можем значительно приблизить его к нашему сегодняшнему дню. Спасибо, Алексей Евгеньевич, мы сегодня показывали решение задач квантовой химии, это полезные задачи, которые помогут принести лекарства, новые материалы и так далее, но квантовый компьютер несет в себе и угрозу, угрозу для стандартных систем шифрования, и квантовые физики вообще-то думают и над этой проблемой, вам показывали, но вот Владимир Егоров занимается как раз областью как построить квантовый щит, Владимир, расскажи, пожалуйста. Добрый день, Владимир Владимирович, добрый день, уважаемые коллеги. Да, действительно, вот сказано было раньше, что квантовый компьютер имеет много интересных применений, и куда уж интереснее применение, чем взлом многих существующих сегодня шифров. Именно поэтому страны НАТО, Китай и целый ряд других государств тоже очень активно занимаются квантовыми вычислениями. А вот мы, развивая квантовую коммуникацию, с этой угрозой боремся. системы квантовой защиты информации позволяют распределять ключи шифрования таким образом, чтобы их нельзя было украсть или скопировать из линии связи. Они обладают и другими преимуществами, в частности, позволяют автоматизировать процесс рассылки ключей и менять их чаще. Но квантовые коммуникации не заменят, а дополнят существующие сети безопасной передачи данных. Соответственно, они обладают рядом ограничений и поэтому наиболее продуктивно их использование совместно с другими перспективными технологиями информационной безопасности, такими как постквантовая криптография и другие. И поэтому я думаю, что работая вместе с коллегами по индустрии и с регулятором отрасли, мы сможем выковать прочный цифровой щит для нашей страны. Сейчас отрасль квантовых коммуникаций вышла на самую важную стадию перехода из научной лаборатории к внедрению. Предполагается, что оно будет идти в три фазы. Первая – это создание магистральных квантовых сетей для передачи ключей, которая уйдет уже сейчас. На второй фазе после сертификации и аттестации будет осуществлено подключение внешних абонентов и очень важно, чтобы как можно больше организаций из разных секторов экономики приняло участие в этом процессе, чтобы мы могли охранить все потенциальные сферы применения. Ну и, наконец, в долгосрочной перспективе предполагается, что квантовые коммуникации будут использоваться не только для защиты, но и для передачи информации. Абонентами станут в том числе объекты интернета вещей, и мы перейдем к полноценному квантовому интернету. Какие же перспективы перед нами несет квантовая коммуникация? На самом деле, если честно, сегодня на этот вопрос никто полностью ответить не может. Я бы здесь провел аналогии с космической сферой. Когда запускался первый спутник, то никто не мог представить, что через полвека мы будем иметь и космическую связь, фотографии Земли и множество других применений. Так и квантовые технологии, они обладают огромным потенциалом, и квантовая связь здесь в самом сердце, потому что она связывает вычисления, коммуникации и сенсоры воедино. Я работаю в отрасли, хотя еще очень молод, уже 16 лет. И я видел, как менялось отношение к ней. Сначала это воспринималось как научная фантастика, а сейчас на выставку приходишь, и любой школьник уже говорит, да, мы там в интернете читали, квантовая связь, все понятно. И на заре дорожной карты меня пригласили в РЖД для того, чтобы я рассказал о технологии. И я помню, что я объяснял базовые постулаты квантовой механики, вот Олег Валентинович там был тогда, с помощью пары разноцветных носков. И у меня в голове крутилась мысль, как это может внедряться под эгидой такой, ну, довольно консервативной отрасли, как железной дороги. Вот. Но в итоге все сложилось, и сейчас, когда я еду из Петербурга, из родного в Москву, то я смотрю на провода за окном и думаю, вот она наша квантовая магистраль, и первая. Вот. И оказалось, что механизм дорожной карты очень оказался эффективным, потому что он связал воедино такой вот творческий хаос научной среды и четкий порядок госкомпании, придал отрасли импульс и задал такой вектор движения. Одна из главных задач дорожной карты сегодня, это, конечно, развитие кадрового потенциала, поскольку, как мы знаем, кадры решают все. И по прогнозам к 2030 году потребуется по квантовым коммуникациям более 1300 специалистов с высшим образованием. Это не считая тысяч специалистов, которые пройдут программы ДПО и СПО. И это не только ученые, это уже специалисты-внедренцы, инженеры, проектировщики и так далее. Соответственно, уже сейчас более чем в 10 российских вузах ведутся образовательные программы по квантовому коммуникациям. Сегодня я хочу отметить, наверное, самое главное в моей речи, что сегодня квантовые коммуникации это наука молодых. Прорывные исследования по дорожной карте и по другим программам развития ведут студенты, аспиранты, молодые кандидаты доктора наук до 40 лет. Многие из них ведут и педагогическую деятельность параллельно. Я в нашем коллективе, как вот тоже Илья сказал, один из самых возрастных. И для меня великая радость смотреть, как молодые совсем ребята погружаются в науку и без преувеличения достигают результатов мирового уровня. Это, наверное, в моей работе самое приятное, вот смотреть на людей, которые еще моложе меня. И я считаю, что сейчас очень важно сохранить и приумножить этот интеллектуальный капитал и в квантовых коммуникациях, и в других высокотехнологичных отраслях, поддержав молодых ученых. Сегодня эта поддержка в основном выражается в форме грантов и стипендий. Но я много беседую с молодыми учеными, знаю, чем они живут, и было бы замечательно, если бы вы рассмотрели возможность поддержать предложение о расширении мер государственной социальной поддержки молодых ученых. Такими мерами могли бы выступать, например, льготные ипотечные аккредитования, льготы для детей при поступлении в образовательные учреждения, а также отсрочка от призыва по аналогии с тем, как действует уже в IT-отрасли с недавних пор. Я должен отметить, что за последние десятилетия образ российской науки кардинально изменился, она стала привлекать очень много молодежи, быть ученым стало даже модно. И я верю, что наша работа и те меры, которые могут быть дополнительно приняты, позволят еще сильнее ускорить развитие отрасли, удержать мне еще больше молодых кадров и привлечь, и продолжить славные традиции советской и российской науки. Спасибо большое. Владимир Владимирович, прокомментируйте. А что же комментировать? Можно только согласиться. Так и будем делать. Можно согласиться. А в том, что нужно поддерживать молодых, а молодых исследователей у нас много, все больше и больше, это правда. Вот говорили о лабораториях, которые у нас возникли в результате мегагрантов. Таких лабораторий у нас много, если, поверьте, не изменяя, 346, и не только в наших ведущих научных центрах, но и примерно в 10 городах, которые раньше особенно не отличались тем, что создавали у себя крупные, хорошие исследовательские школы. Но вот и в рамках этой работы одним из условий было, собственно, даже по предложению учёных, которые вели эти исследования в лабораториях, в созданных лабораториях, они нам сами предложили, чтобы мы создали условия для молодых наших российских исследователей. Мы так и поступали, так и сделали, и сегодня вот в этих лабораториях 50% исследователей это как раз молодые учёные и аспиранты. Разумеется, здесь много нужно ещё сделать, и бытовые вопросы надо решать, и базу создавать соответствующую, и лабораторную, приборную базу создавать. Всё это известно, направление понятно, как двигаться. Будем это всё делать, вот и всё. Спасибо, Владимир Владимирович. У нас очень интересная дискуссия протекает, но, как всегда, когда дискуссия интересна, времени может не хватать. Я бы попросил выступающим более компактно выступать, чтобы мы дошли и до всех участников могли предоставить всем слово. Ну, конечно же, Олег Валентинович, это ваша кафедра, вы действительно, никто не ожидал, что российские железные дороги, вступив в квантовую отрасль три года назад, уже сегодня, вот мы показывали, мы видели, вы показывали, а мы видели, как работают магистрали, как работает межуниверситетская связь. Может, вы добавите что-то, как вы видите вообще ситуацию, что будет развиваться. Спасибо большое. Владимир Иванович, а я бы хотел начать со слов благодарности за то, что вы поддержали такой очень специфичный формат, вот мы говорим, дорожная карта, дорожная карта, на самом деле, это необычный формат взаимодействия с государством. Мы вроде бы, как на равных, обычно происходит наоборот, правительство, мы где-то, либо мы, либо правительство, и, соответственно, у каждого свои KPI, и результаты не всегда сходятся. Здесь нас объединили. Все результаты можно достичь только совместно. И вы как раз поддержали такой механизм, а результат, вот как сказали, увидели сегодня. Мы же очень такая прагматичная отрасль, мы прикладная, у нас результат перевозки пассажиров, грузов, но и традиционно задавали вопрос, где же кванты, именно квантовые коммуникации. Я несколько цифр приведу, таких, я считаю, что вы стратегически увидели, ну, такую очень важную составляющую, это защита данных. У нас накопленный объем информации 32 петабайта. Это действие в 15-й, как мне коллеги говорили, все, что движется на железной дороге, все всегда фиксируется. Это информация, информация быстро передается, ее нужно защищать. В прошлом году объем атак на нашей системе в сутки 277 тысяч вместе с коллегами, спасибо большое, Ростелеком и другим коллегам мы отражали, и мы четко понимаем, что в нашу информационную систему будет продолжаться интерес и как-то будут пытаться туда забраться. Но квантовые коммуникации дают нам абсолютно понимание, что при использовании ее с другими системами безопасность и надежность, это два ключевых фактора железной дороги, будут четко сохранены. мы нам дали прикладной формат, это квантовые коммуникации, уже были наработки, которые мы вместе с коллегами довели, нам очень приятно на самом деле, вот этот консерватизм, как вы сказали, важно быть увлеченным, и вот нас увлекли, мы двинулись вперед, коллеги, традиционные железнодорожники, нужно было видеть, насколько они с такими заинтересованностью реализуют этот проект, мы сегодня, вы уже сказали, мы в лидерах в мире по протяженности квантовой сети, коллеги нам создают наше абсолютно отечественное оборудование, которое дает нам уверенность в том, что мы в два раза увеличим в следующем году нашу сеть и в двадцать четвертом году семь тысяч километров будет тридцатом, пятнадцать тысяч километров будут уже охвачены квантовой связью. Мы не стоим на месте, движемся активно вперед и по другим направлениям, и очень много действительно говорится о кадрах. Мы вместе с научными центрами заключили соглашение по конкретным цифрам, какое количество научных работников, выпускников, с какими данными мы должны получить. Правительству огромное спасибо. Стандартизация всегда обычно выступает в роли тормоза. Если правильно подойти к стандартизации, это будет наоборот движение вперед. И вот буквально два дня назад, спасибо большое, правительство подписало нашу концепцию развития регуляторных отношений в части квантовых коммуникаций. Все прописано, все понятно. Считаю, это тоже даст нам возможность двинуться вперед. Но мы не останавливаемся на земле. Уже сегодня коллеги докладывали вам. Мы с МГУ подписали соглашение. Мы вместе с МГУ сейчас открываем наш инжиниринговый центр на Воробьевых горах и мы будем исследовать вместе с ними. Даже больше коллеги будут исследовать, и мы потом будем использовать результаты в нашей работе в части космических технологий. В заключение хочу сказать, что мы из теории уже перешли в практику. И мы это сегодня надеюсь продемонстрировали. Спасибо. Железнодорожный транспорт в России имеет особое значение. Это фундаментальная базовая отрасль, на которой так же как на энергетике вся экономика строится. Здесь безопасность, скорость, защищенность, много факторов чрезвычайно важных. И то, что отрасль не стоит на месте, развивается на основе новейшей технологии, это чрезвычайно важно. Это можно только поприветствовать. Честно, откровенно говоря, вот сейчас Олег Валентинович сказал, что вы поддержали, вы сделали то, сделали это. Я горжусь тем, что я не стал мешать. И у них все получилось. За это можно поблагодарить. Спасибо большое. Мы когда готовились к форуму, Олег Валентинович, кулуарно такие вещи рассказывает интересные, как их инженеры, которые раньше даже не слышали, что такое квантовые технологии, а теперь говорят, да, это классно, это же наше. И вот сам уровень вовлечения уже двигает инновационное мышление, я так понимаю, не только в этих областях, так что там много побочных замечательных результатов происходит. Ну вот мы поговорили про защиту информации, но все-таки квантовый компьютер это не только атака, это действительно алгоритмы, которые должны применяться в промышленности, в городе. И вот я попросил Алексея Федорова рассказать, Алексей уже несколько лет занимается алгоритмами, пробует их. Расскажи, пожалуйста, про опыт. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, хотел бы продолжить вот эту тему перехода от теории к практике, потому что как говорил Илья, наша мечта это полезный квантовый компьютер, а полезность она определяется во многом экономическим запросом, тем, чтобы сделать полезные задачи для компании. И мы видим, что в мире есть очень яркие примеры, когда рост спроса на квантовые технологии стимулируется, это позволяет делать яркие проекты под подключение к квантовым сетям, передача информации и для пилотных внедрений квантовых компьютеров, несмотря на то, что сегодня они не показывают экономического эффекта, вот эта опережающая работа над алгоритмами, над программным обеспечением, она нужна сейчас, чтобы к моменту появления железа мы понимали, как его использовать для решения полезных задач отрасли. И в этом смысле большое спасибо пионерам, индустрии, это Газпромбанк, который применяет квантовые технологии в финансовой сфере, конечно, Росатом, вместе с которым мы не просто занимаемся созданием квантового компьютера, но мы видим задачи от отрасли, очень сложные, важные задачи, в которых квантовый компьютер может быть полезен. Действительно, такие первые подходы к снаряду, решение задач теплопроводности для нового поколения реакторов, это задача оптимизации в электроэнергетике, многое-многое другое, то есть мы видим много применений для квантовых компьютеров, рады вести эту работу. И, конечно, говоря о том, чтобы сделать квантовый компьютер полезным инструментом для каждого человека, здесь мы тоже благодарны правительству Москвы, потому что благодаря работе с коллегами мы увидели новые перспективы применения, которые позволят действительно решать сложные оптимизационные задачи, с которыми скалкивается город в логистике, доставке, в урбанистике, в проектированной новых производственных кварталов, в обработке данных, в защите информации, находить те решения благодаря повышению эффективности решения оптимизационных задач, увеличивать качество жизни каждого человека, каждого гражданина. И вот мы рады, что создаются такие кластеры, центры внедрения квантовых технологий, и нам представляется, что для горизонта 2025-2030 года создание таких центров внедрения для межотраслевых внедрений квантовых вычислений, квантовая коммуникация действительно очень важная задача. И вот не могу не сказать о том, что действительно сквозная тема всего нашего форума это люди, и вот за демонстрацией квантовых алгоритмов тоже стояли люди, мои коллеги, Евгений Коксенко, Настя Николаева. Они проделали большую работу, чтобы использовать квантовые компьютеры для решения пока маленьких задач, но уже осмысленных, полезных. И вот нам важно, что всей нашей большой квантовой семьёй мы счастливы тем, что делаем интересные задачи, видим пользу от квантовых технологий, которые мы можем принести. Владимир Владимирович, можно только пожелать успехов. Да, мы с радостью пожелаем успехов. Вы мне сейчас показали квантовый компьютер, как можно было с первого подхода к снаряду, как здесь коллега сказал, поразбираться в этом. Ну, впечатляет, конечно, особенно, когда вы показывали, что вычисления в обычном режиме на современных суббекомпьютерах занимали бы там чуть ли не столетие на квантовых. Результат достигается за считанные там часы или дни, но это, конечно, впечатляет. Впечатляет и становится понятным, насколько важны современные вот эти технологии будущего в развитии любой экономики, и не только экономики, всех сфер жизни общества. Только мы же успехов пожелаем. Будем всячески поддерживать это движение вперед. Большое спасибо. Спасибо, Владимир Владимирович. Вы упомянули в своей речи Сергея Семеновича Собянина, который создает сейчас московский квантовый кластер. Если возможно, я бы попросил дать микрофон для комментариев Сергею Семеновичу. Добрый день, уважаемые коллеги. Владимир Владимирович, вы поручали активнее заняться поддержкой фотонных технологий и квантовых технологий в Москве. Это логично, потому что у нас множество предприятий имеют высокие мировые компетенции в этих направлениях. Что касается фотонных технологий, мы создали фотонный кластер, кластер фотоники и микроэлектроники и определили центральным проектом этого кластера, в который вошли около 50 предприятий Москвы, создание фотонных интегральных схем для трансиверов. Технология, которая позволяет примерно в 100 раз ускорить обработку, передачу данных. Это технология, которая сегодня не какая-то фантастика, это то, что внедряется во многих странах. И если мы не успеем с этими технологиями, то мы вынуждены будем получать готовую уже продукцию, как мы раньше получали, опять встав уже в очередь за этими технологиями. Мы приступили к строительству центра, лабораторного и промышленного центра в Зеленограде. В следующем году он уже будет построен. Надеюсь, что мы оснастим его оборудование. В 2025 году получим первую продукцию, которая, по сути дела, должна обеспечить потребителей нашей страны. Это и сотовые операторы, это и центры обработки данных, и интернет-провайдеры и так далее, и так далее. Это позволяет сократить энергопотребление, ускорить передачу данных и совершенно получить другую экономику. Что касается квантовых технологий, мы работаем по двум направлениям с коллегами, которые сидят здесь. С Олегом Валентиновичем мы на Санкт-Петербургском форуме подписали соглашение о создании связного квантового центра на базе научного центра Ломоносов, который мы с вами не так давно открывали. Это будет одно из направлений этого кластера. Второе соглашение мы подписали сегодня с Росатомом и с российским центром квантовым по строительству тоже лабораторного промышленного центра корпуса Сколково, который мы должны до следующего года построить, и, собственно, там будут создаваться новые технологии, стартапы, лаборатории, образцы продукции. Наша задача, мы не занимаемся научными исследованиями, наша задача создать инфраструктуру, помочь сконцентрироваться на этих площадках, разродненным сегодня предприятием, и подыскать для них будущих покупателей их продукции, будущих потребителей, включая и промышленные промышленные предприятия Москвы и городские, о том, о чем сейчас только что говорил Алексей, речь идет о здравоохранении, образовании, транспорте, урбанистике и так далее. Эти технологии должны внедряться уже сегодня, действительно, нарабатываться какие-то решения, чтобы те, кто разрабатывает промышленные технологии в этой области, уже понимали, где их потребители. Это очень важно. Спасибо, Владимир Владимирович. Вы знаете, Владимир Владимирович, вот я тогда добавлю от себя, вы много ездили по городам мира, и изначально, когда начинали строить квантовый центр, чтобы получить опыт, и казалось, вот там-то, там-то хорошо жить, а в итоге, конечное мнение, что самый лучший город для жизни с точки зрения инфраструктуры, с точки зрения вообще комфорта для жизни, это Москва. И очень приятно, что Москва смотрит и дальше, что чтобы оставаться лучшим городом для жизни, это не комплимент, это на самом деле правда, что мы живем в лучшем городе мира, я считаю. Это тоже важный момент для того, чтобы привлечь ученых. Мы им говорим, ну, вы хотя бы приедьте к нам на недельку, посмотрите. Они такие, да, ничего себе. И вот так вот работает. Так и есть. Москва, ну, по очень многим оценкам, независимым, компетентных экспертов, признается одним из лучших мегаполисов мира по очень многим показателям. Так оно и есть на самом деле. Достаточно даже внешний облик Москвы посмотреть, посмотреть, как развивается транспортная инфраструктура. Ну, вспомните, совсем недавно, ну, еще 10 лет назад, считалось, что решить транспортные проблемы Москвы несложно, невозможно. Они решаются. Я не говорю, что все решено, но они решаются и весьма эффективно, в том числе и с применением современных технологий в транспорте, в дорожном строительстве и так далее. Разумеется, всегда есть за что критиковать действующую власть, в том числе и на региональном уровне. Всегда есть, потому что в таком огромном хозяйстве не может не быть упущений. Но в целом движение Москвы в направлении достижений максимальных результатов для жителей Москвы, для тех, кто приезжает сюда работать на постоянной основе, для гостей нашей столицы, ну, конечно, очевидным является, просто очевидным. В том числе это достигается, еще раз хочу подчеркнуть, с помощью использования современных технологий. Можно только порадоваться и пожелать того, чтобы вот в таком же ключе дальше Москва и развивалась под руководством мэра Москвы и его команды. Спасибо. Здесь я бы вспомнил, что Олег Палентинович упомянул про космические технологии и с нами представитель космических технологий Надежда Борщевская действительно занимается космической квантовой связью. Надежда. Да, действительно, я представляю здесь Московский университет и мы занимаемся научными разработками, которые призваны улучшить доступность существующих на данный момент квантовых сетей, таких как представленная уже сегодня была межуниверситетская квантовая сеть. Космический сегмент квантовых коммуникаций позволяет существенно расширить географический охват этих технологий и подключить удаленные территории. Например, это позволит связать Москву и Дальний Восток без создания обширной наземной инфраструктуры. На будущих этапах можно будет также подключить мобильные устройства транспортного сектора, а также создать глобальную квантовую сеть, соединив ее космические и наземные сегменты. Перспективность этих технологий подтверждается также тем, что и другие государства, например, Китай, активно развивают технологии квантового распределения ключа в космосе. Но у нас в Московском университете есть все необходимое для того, чтобы такие работы по космической квантовой связи проводились успешно и имеется большой научно-технический задел. Так наши специалисты разрабатывали и запускали малые искусственные спутники Земли и соответствующие конструкции, проводили эксперименты по квантовому распределению ключа через свободное пространство, а также в Московском университете существует ряд астрономических обсерваторий в разных точках нашей страны, которые также будет удобно использовать для экспериментов по космической квантовой связи. Кроме того, мы стремимся к тому, чтобы наши разработки не оставались просто научными разработками, а в конце концов доходили до конкретных потребителей, и поэтому активно взаимодействуем с нашим индустриальным партнером и со специальной лабораторией, которая занимается сертификацией квантовых криптографических устройств. Кроме того, хочу сказать, что и в нашем коллективе, и во многих других коллективах, занимающихся квантовыми технологиями, работает большое число студентов, и их вклад в нашу работу очень важен, поскольку они привносят свои перспективные идеи в нашу работу. Поэтому мне кажется важным, чтобы мы могли их поддержать, и они могли бы уверенно заниматься научной деятельностью на всем протяжении своего обучения. Поэтому было бы здорово, если бы мы могли создать новую стипендию, которую можно назвать именем выдающегося профессора Московского университета Давида Николаевича Клышко, чьи работы послужили заделом для развития квантовых технологий в нашей стране. Давайте можно подумать. Мы с Виктором Антоновичем поговорим на эту тему, конечно, безусловно. А в целом как вы оцениваете уровень по сравнению с вашими партнерами-конкурентами российских в космической связи? По волоконной квантовой связи мы находимся на мировом уровне, а вот по космической связи мы пока довольно сильно отстаем примерно лет на 10 вот как раз от Китая и других стран. И перспективы какие, как вы оцениваете и что нужно сделать для того, чтобы идти вперед? Наш проект по космической квантовой связи уже есть в дорожной карте и вот уже прямо сейчас начинается в ближайшие месяцы и через три года запланирован первый запуск спутника тестирования наших технологий. Ну то есть конкретные шаги предусмотрены? Да, Отлично. А вот вы упомянули про индустриального партнера. Это кто? Компания Infotex. Infotex? Да. Мы думаем, какие должны быть технологии, как собственно осуществить квадр распределения ключа. Эта компания уже именно делает конструкторские работы, то есть производит... То есть уже внедряет что-то конкретное? Да. Здорово. Ладно, а постепенее мы поговорим с этим. Ладно? Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Владимир Владимирович, вот мы сегодня и поговорили, и посмотрели и квантовый компьютер, технологии, но все-таки большая часть была посвящена людям, особенно молодым ученым, которые делают, сегодня творят эти успехи. Но обратная сторона, вот вы видели, что это живые люди, обратная сторона живых людей в том, что они тревожатся, они часто иррационально тревожатся. Вот мы часто так говорим, а почему, почему вы решили? Мне говорят, вот, а вдруг правительство отменит науку вот на это тяжелое время до лучших времен, да вы почему так решили? И вот то, что вы сегодня пришли, это мощнейший сигнал для нашего сообщества. Даже вот не слушая ту речь, которую вы очень много сигналов поддержки выявили, показали, сам факт того, что вы здесь на сцене с нашими ребятами, это мощнейший сигнал для нас. И поэтому большое вам спасибо, что вы сегодня здесь. даже всемогущее правительство Российской Федерации не может отменить науку. Это абсолютно исключено. И нет никакой необходимости так думать. Вот зампредседателя правительства здесь сидит, Ченышенко. Может быть, вы скажете о намерениях правительства? Дайте, пожалуйста, микрофон. Есть ли у вас планы на отмену науки? Так, скажите честно. Владимир Владимирович, нет, конечно, мы выполняем ваши поручения. По вашему поручению расходы на науку от года к году в 47-й государственной программе научно-технологического развития это 1,2 триллиона. Не должна уменьшаться. Поэтому наука в безопасности. Да, значит, вот Митико начинал по поводу того, что выполняют мои поручения. И правительство Российской Федерации добивается значимых, зримых результатов, особенно в сегодняшнее непростое время. Но вот что касается и мегагрантов, здесь и Министерство высшего образования и науки нужно посмотреть повнимательнее на те поручения, которые давались раньше, и правительство в целом. Я прошу вас обратить на это внимание, потому что соответствующие ресурсы на 2025 год пока не заложены. Это правда. Только на 2024 год 2 миллиарда. Эта мера по вашему поручению с 2010 года действует. Вы удивительным образом правильно помните, сколько лабораторий было создано. 246 в 151 в УЗИ. Нет, нет, нет. 346. 346, да. И денег не дают на 2025 год, и количество лабораторий снижают. Так что будем вместе с вашей помощью, с Минфином работать над этим. Хорошо, Дима, спасибо. Спасибо большое. Вроде бы мы закрываемся, если бы Алексей Евгеньевич попросил совсем короткий маркет. Буквально 30 секунд, я чуть-чуть все-таки, Руслан, вас поправлю. Конечно, Владимир Владимирович, ваш приход сегодня и наши доклады это огромный, вдохновляющий факт, такая своеобразная медаль, но, как известно, у каждой медали есть две стороны, поэтому хочу обратиться к своим товарищам теперь же по квантовому цеху. Это еще и большая ответственность, это огромный аванс, и через год на следующей конференции нам придется представлять совершенно другой уровень. Будем держать ответ. Следующий год я уже анонсировал тему будущего форума. Чрезвычайно интересно, сейчас вот на встрече с коллегами мы говорили об этом, тоже одно из фундаментальных направлений развития биотехнологии и все, что с этим связано. Очень интересно, уверен, что оно пройдет также на таком же высоком уровне, как и этот, а всех организаторов хочу поблагодарить за работу, которая была проделана в ходе подготовки и организации этого форума. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Владимир Владимирович, будем вас ждать в следующем году, будем готовиться. Спасибо. Удачи. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Продолжение следует...